Здравствуйте, ребята! Кто забыл, меня зовут Елена Юрьевна. И сегодня в нашей волшебной мастерской мы будем продолжать знакомство с программой Перволога. Будем учиться работать в данной программе. И сегодня мы попробуем создать свой рисунок, свою работу, используя те материалы, это картинки, фон, которые уже есть в программе Перволога. Вот такой рисунок у нас может получиться в конце работы. Для начала давайте откроем программу Перволога. На ваших рабочих столах кликаем по значку с черепашкой. Открыли программу. Мы можем увеличить размер нашего листа, на котором будем рисовать, на котором будем создавать нашу работу. Следующим шагом мы будем с вами делать фон нашей будущей работы. Для того, чтобы вставить уже имеющийся форму фон, надо выбрать в инструментах рисовалку. Первый значок – это у нас значок палитра, а второй значок – это фоны, как раз то, что нам сейчас необходимо. Нажимаем на него. И перед нами появится огромное количество самых разнообразных фонов, которые предлагает нам программа Перволога. Мы выберем с вами вот такой фон. Для того, чтобы выбрать фон, просто нажать на него один раз левой кнопкой мышки. Для того, чтобы выбрать понравившийся фон, нажимаем на него один раз, наводим курсор мышки на него и нажимаем один раз левой кнопкой мышки. Таким образом, фон нашей работы создан. Дальше нам необходимо дополнить нашу работу, нашу картинку различными объектами. Это могут быть дома, могут быть люди, машины, это могут быть животные. Для того, чтобы разместить на фоне необходимые нам объекты, мы используем значок черепашки. В верхнем левом углу значок черепашки, изображение черепашки. Каждая черепашка – это отдельный объект. Для того, чтобы выбрать объекты, те предметы, которыми мы будем украшать нашу работу, необходимо закрыть инструмент рисования и перед нами с правой стороны экрана появятся различные объекты живой и неживой природы. Те объекты, которые мы можем вставлять в нашу работу. Как я уже сказала, каждая новая черепашка – это отдельный объект. Например, я хочу, чтобы на моем рисунке был дом. Я выбираю новая черепашка, навожу курсор мышки на то место, на моем рисунке, где я хочу, чтобы у меня стоял дом. Например, вот здесь. Нажимаю. Появилось изображение черной черепашки. А теперь я нажимаю на тот объект, который я хочу поставить. Это дом. Но какой-то он у нас маленький получился. Для того, чтобы его увеличить, что мы делаем? В правом нижнем углу есть слово «команды». Нажимаем на него. И перед нами появились различные картинки, те команды, которые мы можем задавать черепашке. Нас интересует увеличить или уменьшить объект. Значок «плюс» – значит, черепашка наша, объект наш будет увеличиваться. Рядышком значок «минус» – значит, черепашка наша будет уменьшаться. В данном случае нам надо что сделать? Увеличить дом. Значит, мы нажимаем на значок «плюс» до тех пор, пока наш дом не станет такого размера, какой нам необходим. Ну, посмотрите, да, мы его увеличиваем, и он у нас, получается, плавает в озере, чего не должно быть. Мы его можем переставить. Для этого наводим курсор мышки на дом, нажимаем левую кнопочку мышки, не отпуская его, переставляем в то место, куда, где будет стоять наш дом. Итак, дом мы поставили. Дальше мы можем вставить черепашки с изображением людей. Опять выбираем новая черепашка, наводим курсор мышки на работу, нажимаем левую кнопку мышки. А вот теперь посмотрите, да, у нас сейчас мы находимся, перед нами открыты команды черепашки. Для того, чтобы обратно вернуться к объектам, которые мы будем вставлять в нашу работу, нам нужно выбрать слово «формы». Это те формы, которые можно одевать на черепашку, то есть те объекты живой и неживой природы, которыми мы будем украшать нашу будущую работу. Какие объекты вы будете вставлять? Это ваше право. Вы можете ограничиться несколькими объектами. Может быть, вы захотите много различных объектов вставить. Это ваше право. Давайте попробуем это сделать. Итак, черепашка у нас выбрана. Ну, вот выберем, например, мальчика. Но мальчик у нас по сравнению с домом получился слишком большой. Мы его уменьшим. Для этого в правом нижнем углу нажимаем «Команды» и нажимаем на значок «Черепашка с минусиком», то есть уменьшится. И уменьшаем нашего мальчика до того размера, который нам необходим. Так, вот мы сюда его переставим. Он у нас будет играть с собачкой. Я выбираю новую черепашку. Поставила ее на работу. Теперь возвращаюсь в формы. В правом нижнем углу выбираю слово «Форма». И выбираю собачку. Вот, например. Ой, какая она у нас получилась большая. Нам надо ее уменьшить. Так. Вот она будет играть с мальчиком. Ну и еще можно вставить машины, например. Опять возвращаюсь в формы. И поставлю одну машинку сюда. Но она получилась очень маленькая. Я ее сейчас увеличу. Одна машинка. И вторая машинка. Тоже ее увеличу. Итак, вот такие объекты будут на моей работе. Не забывайте, пожалуйста, что каждая новая черепашка – это новый объект. Эти объекты мы можем передвигать. Для этого наводим курсор на тот объект, который нам нужно передвинуть. Нажимаем левую кнопку мышки и передвигаем то место, где он у нас будет стоять. Вот, например, в две машинки. Одну отодвинем сюда, другую сюда. Итак, объекты мы можем передвигать. Объекты мы можем увеличивать или уменьшать. Для этого используем в правом нижнем углу слово «команды». Для того, чтобы обратно вернуться к картинкам, в правом нижнем углу выбираем слово «форма». После того, как все необходимые объекты, те объекты, которые вы хотите, чтобы были на вашей работе, вставлены, необходимо сохранить работу для того, чтобы она никуда не потерялась. Эту работу вы потом сможете распечатать и положить в свою папочку, в свою портфолио. Для того, чтобы сохранить работу, выбираем альбом, «Сохрани как». Выбираем, куда мы сохраняем рисунок и даем имя файлу. Это у нас будет… И после этого нажимаем «Сохранить». А теперь вы попробуйте сделать такую работу. Желаю вам удачи. Всего доброго. До свидания.